Мы с самого утра отправились в Балат Из Кадакео сюда один раз в час ходят паром до станции Фенер И сейчас мы пойдем изучать этот прекрасный район Очень непостоянная погода в Стамбуле Вчера, позавчера было солнышко и тепло Мы когда приехали, вообще можно было ходить в футболках А сейчас мы надели на себя все теплое, что только могло быть И вот идем, 28 апреля сегодня Балат это бывший еврейский квартал Когда-то он был одним из таких неблагополучных районов Но сейчас это один из самых популярных, красивых туристических райончиков В центре Стамбула Мы первым делом решили сходить в Патриархат Так, здесь не вход, а где тогда вход? Вот, с той стороны, наверное Сегодня же еще и ко всему прочему верное воскресенье Я как атеист со всеми этими вещами не слежу А вот сестра моя, да Так, идем Возможно, многие не знают, но именно в Стамбуле В Балате находится Константинопольский Патриархат С 1601 года здесь находится кафедра Патриарха Константинопольского И храм Георгия Победоносца Кафедра Патриарха Константинопольского И храм Георгия Патриарха Константинопольского И храм Георгия Патриарха Константинопольского нам дали вот такие вот вместо вербочек и проспорки придется кушать хлеб потому что ну как бы хлеб же выбрасывать нельзя а вообще здесь очень много исторических икон очень красивый храм здесь находится одна из самых главных религий христианских это столб бичевания христа и вот получается что к этому кольцу на к этому столбу столбу вот за это кольцо он был привязан здесь вот например находится икона георгия победоносца очень красивый ну действительно красивый храм ну а теперь мы идем гулять по балату я лично хочу первым делом выпить нормальный кофе где-нибудь итак пойдемте самое известное кафе балата мы зашли в прикольное кафе называется она нафталин здесь кошаки чувствую себя просто шикарно на нашем столе уже тоже есть одна мадама вот она сидит здесь очень аутентично кофе выпить сладости поесть меню небольшое но прям очень классно вот такой у нас будет сейчас кофе пить и кошки за спокойно сидят на столах они не лезут в тарелку поэтому ну как бы прикольно же я уже предвкушаю себе на тарелку какая-нибудь санитарея как можно а можно и вообще прекрасно можно и прекрасно не повезло нам то что пошел дождь гулять под зонтом не очень комфортно я еще надела кроссовки в сеточку ладно с одной стороны можно сказать что нам не повезло что пошел дождь но с другой стороны нам повезло потому что народу в балате очень мало если бы было солнечно здесь воскресенье было просто неимоверное количество людей идем тоже на самую известную на самую инстаграмную улицу в балате с его цветными домиками красивыми ну вот то самое место которых где все поткаются на фоне этих домов среди отреставрированных красивых домика встречается и вот такое вот смотрите какие красивые виды здесь вот это здание это частный лицей греческий римский ну как бы в общем христианский получается он прямо посреди балата находится и он всегда закрыт зайти туда невозможно это здание можно только вот снаружи посмотреть баллад это до сих пор жилой квартал и до сих пор здесь очень много нет реставрированных зданий как например вот это здание на я не знаю скольки углах много многих углах смотрите на соединение улочек даже подделки известных брендов здесь продают вот на такой классной тележки просто знаете даже глядь до это хочется купить ну конечно нет я думаю что баллад можно ну по праву назвать одним из самых ярких районов в стамбуле вот еще есть много моих любимых райончиков такие как вкус гунджук например если мы успеем конечно в этот раз но я боюсь что все таки уже нет потому что мы хотим еще завтра поехать на острова балладе очень много классных кафешек вот но мы уже сюда не пойдем до сих пор мы вот ну и мы уже почти вышли паромной станции и сейчас поедем дальше